Наша тема сегодня — преимущество служения Иисусу. Но прежде я озвучу вам важную мысль. Она очень проста. Бог любит вас. Вы важны для Него. В глазах Бога вы невероятно ценный человек. Тот, кто сотворил небеса и землю, наделил людей огромной ценностью. Библия не дает этому объяснения. Она не называет нам никакой причины. Она просто говорит, что Богу приятно, когда Его слава проявляется в людях. Вы важны для Него. Это что, безумие? Он знает о нас то, что мы стремимся скрыть ото всех и навсегда. Он любит нас и заботится о нас. Он хочет творить для вас добро не только на земле. Он хочет вознаградить вас на всю вечность. Поэтому сегодня мы поговорим о преимуществах служения Иисусу. Следование за Христом, вера в Иисусе из Назарета и признание Его Господом в вашей жизни не ограничит вас. Это не лишит вас радости или удовлетворения своей жизнью, а только умножит их. Чем яснее мы это понимаем, тем усерднее будем служить Богу. В первом послании к Коринфянам, 15 главе 19 стихе сказано, «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». А вы знали, что у вас есть еще жизнь помимо жизни на земле? Однажды ваш земной костюм обветшает. Ваше тело придет в негодность. Так происходит со всеми. Но если тело придет в негодность, жизнь не закончится. У вас есть жизнь вне времени. И Павел напоминает, если наша надежда ограничена только этой жизнью, если наша вера ценна только в этой жизни, тогда мы глубоко несчастны. Затем он вдохновляет нас и пишет в 9 главе первого послания к Коринфянам, «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Интригующий стих. Сравнение с бегом немного противоречит нашему представлению о вере. Становясь христианами, мы обращаем внимание только на то, что рождаемся в Царстве Бога. Это момент инициации. Мы переходим из одного царства в другое. Библия говорит о Царстве Тьмы и Света. Вы не совершите этот переход, придя в правильную церковь, соблюдая диету или нося правильную одежду. Вы меняете царство благодаря своим отношениям с личностью по имени Иисус из Назарета. А вы верите, что Он Мессия, Сын Божий? Тогда вы принимаете Его как Господа своей жизни и решаете последовать за Ним. Библия говорит, что в этот момент происходит что-то сверхъестественное. Вы переходите из Царства Тьмы в Царство Сына Божьего. А вот что означает последовать за Христом. Церковь и все то внешнее, о чем мы говорим, следуют за этим внутренним преображением. Знакомясь с христианством, мы зачастую представляем себе что-то иное. Дело не в том, что нас так учат. Мы считаем, что переход совершен, и потому дело сделано. Все остальные этапы уже не нужны. Я стал последователем Христа, теперь буду жить своей жизнью. Я хочу, чтобы Бог помог мне получить больше того, что мне нужно. Больше побед, больше мира, больше здоровья. Пусть Он обновит мою одежду, машину, дом, детей, все для меня. Павел говорит нам о другом представлении. Разве вы не знаете, что бегут все, но приз получает только один? Он пишет о вашей вере. Бегите так, чтобы получить приз. Этим он перечеркивает любую легкомысленность и самонадеянность. Этот стих не о самонадеянности. Посмотрите на спортсменов мирового уровня. Это натренированные и генетически одаренные люди. Они не относятся к своей задаче легкомысленно. Вся их жизнь направлена на возможности развить свои дарования. А вот какой образ нам дан. Но зачем нам делать так же? Зачем прилагать такие усилия в своей вере, если наше рождение, свыше и вход в Царство Божие — это дар? Если это дар, и мы его приняли, зачем прилагать какие-то усилия для Господа? Мы не заработаем себе путь на небеса и не сможем взять эту планку сами. Это дар, и мы принимаем его поверью. Зачем прилагать какие-то невероятные усилия? Зачем дисциплинировать себя? Зачем чему-то говорить «нет»? «Для чего прикладывать столько сил?» Библия дает очень простой ответ. Бог вознаградит вас. Не думаю, что мы об этом говорили, но я уверен, что мы об этом думали. Библия говорит, что Творец неба и земли щедро вознаградит вас, если вы будете чтить его своей жизнью. Речь не о том, чтобы заработать себе путь на небеса. Я говорю о желании вашего сердца. У вас есть желание почитать Господа. Я вдохновляю вас подумать об этом. Перестаньте говорить мне, что вы вошли в Царство Божие 2 июня 1823 года. Я рад за вас. Это важный день. Если вы не делали это прежде, это прекрасный день. Какой же стала цель вашей жизни после принятия? Такого решения. Это и есть суть нашей темы. Сначала скажу о том, что почтение к Богу влечет за собой большую награду. Это без преувеличения большая награда. В 10 главе евреям сказано, «Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанные, интригующие слова. Нам говорят не оставлять свою уверенность, потому что нас ожидает великое воздаяние. Нам говорят о том, что нужно всегда хранить в своем сердце. Вам понадобится терпение. Терпение означает способность устоять, когда вам неудобно или неприятно. Вам нужно терпение. Для приятных вещей терпение не нужно. Вы просто наслаждаетесь. Я не терплю, когда ем шоколад. Я просто его смакую. Я не терплю, когда ем мороженое. Зато терплю упражнения. Библия говорит, что нам понадобится терпение. Это означает, что, следуя за Господом и почитая Бога своей жизнью, вы будете переживать времена неудобства и неприятностей. В такое время вы не уходите от Бога, и Он вас не оставляет. Однако вам понадобится терпение, чтобы исполнить волю Божию. Порой христиане говорят, «Мне нравится исполнять волю Божию». Я рад за вас, но для меня это не всегда весело. Библия говорит, благословляйте тех, кто гонит вас. Я не хочу их благословлять. Я хочу их стукнуть. Хочу сбить их грузовиком. Нет, я не хочу никого погубить. Как правило, Библия говорит благословлять. Порой сложно благословить тех, кто вас гонит. Хочется справедливости. Гонение по своей сути подразумевает какую-то несправедливость. Если бы у нас было сражение, может, и удалось бы добиться справедливости. Но Библия говорит нам не требовать справедливости и просто благословлять. Что ж, чтобы исполнить волю Бога, порой нужно терпение. Третье утверждение. Мы примем то, что обещано. А что нам обещано? Великое воздаяние. Это меня интригует. Библия говорит, что Бог сотворил небо, землю и все, что на ней для нашей радости. Насколько же Он нас любит. Ему неинтересно наказывать, мучить или ограничивать нас. Он сотворил небо и землю для нас. Видя прекрасный закат, весеннее пробуждение природы или вид, который напоминает мне о величии творения, я думаю, что Бог приготовил для меня что-то еще лучше. Что же за воздаяние? Я не знаю, но оно лучше, чем все творение. Я могу стремиться к нему. А вы? Ведь творение уже великолепно. Давайте откроем 19 главу Матфея. Петр говорит с Иисусом о себе и других учениках. Он был одним из самых близких друзей и последователей Иисуса. Петр задает вопрос, который время от времени рождается у каждого из нас. Он спрашивает Иисуса, «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Вам нравится Петр, да? Он говорит, не думая, «Господь, если ты ходишь по воде, я тоже хочу». На сей раз Он говорит, «Господь, что нам будет?» И Иисус ответил Ему, «Истинно говорю тебе». Когда высказывание Иисуса начинается со слов «Истинно говорю тебе», нужно читать очень внимательно. Обычно после этих слов звучит нечто настолько странное. Что не будь слов «Истинно говорю тебе», никто бы Иисусу не поверил. «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать с колен Израилевых». «Я не знаю, чего ожидал Петр. Мы оставили все, чтобы последовать за тобой». И Иисус ответил, «В будущем я воссяду на свой трон. В конце этого века, когда время закончится, и мы вступим в вечность, я вернусь на землю». «В этот раз я был рожден в Хлеву, но я вернусь со всеми легионами ангелов во всей своей славе. А вы воссядете на престолах и будете судить колено Израиля». Представили себе лица учеников, как они переглянулись и удивленно покачали головами. Помните, когда Иисус позвал Петра на берегу Галилейского моря? «У них с братом был рыбный промысел, и Иисус сказал им, «Следуйте за Мною, я сделаю вас ловцами человеков». Он не сказал, «Следуйте за Мною, будете сидеть на престоле и судить колено Израиля». Не об этом он говорил. Он сказал, «Следуйте за Мною, я сделаю вас ловцами человеков, я изменю ваше представление о жизни». У Петра с братом был устоявшийся бизнес. У них была не одна лодка, а много. Они рыбачили не ради отдыха, это была их работа. Это давало им возможность обеспечивать себя, свои семьи, занимая определенную нишу в обществе. Однажды мимо проходил Рави и сказал, «Я сделаю вас ловцами человеков». Они пошли за ним. Ориентиры их жизни совершенно изменились. Время от времени они рыбачили, но это уже не было центром их жизни. Они сказали, «Ныне у них были другие приоритеты». Теперь, после стольких событий, Петр спрашивает, «Господь, мы многое оставили ради Тебя, что нам будет?» И Иисус отвечает, «Вы будете сидеть на престолах». Друзья, у почитания Бога своей жизнью есть преимущество, но Иисус на этом не остановился. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Это сказал Иисус. Пастор не придумал это, говоря о пожертвованиях. И Иисус сказал, «Что бы вы не оставили ради Меня, вы получите во много раз больше». Это довольно сильное заявление. Мы так сфокусировались на переходе в другое царство, на избавлении от ада, на пути на небеса, что не думаем ни о чем другом. Мы живем так, словно получим все, что нужно на земле, а в вечности нам ожидать нечего. Неужели мы получили все, войдя в царство? Нет. Библия так нам не говорит. Я никогда об этом не думал. Кажется, мы что-то упустили. Бог желает вознаградить нас. Он любит нас. Он не просто принял нас в свое царство. Он хочет дать нам значимое положение. Он хочет, чтобы вы посвятили свои дни служению Ему. Это не ограничит вас. Хочу озвучить еще одну мысль. Бог любит вас настолько, что время от времени будет проверять ваше духовное здоровье, проводить духовное обследование. Вы ходили на обследование к врачу? Разве это не чудесно? Вы стоите перед тем, кого едва знаете, и он осматривает вас с головы до ног и комментирует, «Аллен, вы слегка потолстели». Нет, если встану вот так и задержу дыхание. Врач делает акцент на том, как вы меняетесь. Если вы давно ходите к одному врачу, у него есть ваша фотография в возрасте 16 лет, но вам уже не 16, и это несправедливо. После визуального осмотра врачи берут у вас кровь на анализ. Они знают то, чего вы о себе не знаете. Они получают результаты из лаборатории и сравнивают их с нормой. Я хочу соответствовать норме. Но могу сказать, что норма — это не очень весело. Норма — есть ростки пшеницы, и они сравнивают меня с нормой. Этот показатель у вас выше нормы, а этот ниже, а я хочу норму. Я уже много лет не грелся на солнце. Врачи оценивают ваши показатели. Каким вы не являетесь? Каким могли бы быть? Что вам нужно привести в норму, а что изменить? А затем выписывают счет. И вы благодарите их, потому что верите, что в основе этой сделки попытка помочь вам быть немного здоровее. Мы за. Вы знаете, что Бог заботится о нас с вами, да? Он будет проверять ваше духовное здоровье, чтобы мы были более здоровыми духовно. Он будет делать это каждый день нашей жизни. Нас, как последователей Христа, как верующих в Иисуса, как наследников Царства Божьего, ждет встречи. В конце времени каждый из нас предстанет перед судилищем Христа. Библия говорит не об одном суде. «Каждый суд будет проходить над разными группами людей». У этих судов разные цели. Сейчас мы поговорим об этом. Судилище Христа — это не суд ради осуждения. Это не вопрос небес или ада. Это суд о наградах. Это оценка того, как мы с вами прожили свою жизнь. Эта встреча ждет каждого из нас. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 8 стих. «То мы благодушенствуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Интригующие слова. Павел пишет, что предпочел бы выйти из тела. Большинство из нас хотело бы оставаться в нем как можно дольше. И Павел продолжает, «Для меня лучше выйти из тела». Видимо, он много вложил в свою будущую жизнь, верно? «И потому ревностно стараемся, во дворе, если вы, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Сегодня мы говорим о служении Иисусу, и у кого-то наверняка возникает вопрос. «Пастор, я думал, что если я верю в Иисуса, если произнес молитву покаяния и окунулся в воду, значит, все сделано». Библия говорит, что это только начальный этап входа в Царство Бога. Это дар от Бога. Вы принимаете его по вере в Иисуса, а не придя в церковь или движение, или сидя в правильном здании воскресным утром. Только благодаря личности Иисуса вы получаете доступ в Царство Бога. Но столь же верно, что Бог будет оценивать, на что вы потратили свою жизнь. Не для того, чтобы отвергнуть вас, но для того, чтобы определить, какая награда вам достанется. У нас будут разные награды. Бог не сторонник системы социалистов. Да, это не политкорректно, но это библейская истина. Откройте 4 главу 1 послания Петра. «Если страдаешь, как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Можно страдать не как христианин, а по другим причинам. Некоторые из нас избегают страданий за веру. Мы скрываем, ограничиваем свою веру и не выражаем ее открыто. У нас личная вера. Явная вера нам не нужна. Она может привести к страданиям, а мы этого не хотим. Если вы страдаете как христианин, не стыдитесь. Прославляйте Бога за то, что носите Его имя. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Божий суд над человечеством начнется с верующих. Римлянам, 14 глава. «Все мы предстанем на суд Христов». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Хочу особо подчеркнуть, что речь идет не об осуждении. В этом случае нас настигали бы страх, вина, стыд, а они ничем не помогут. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Бог не предъявляет вам счет за грехи. Он говорит, «Почитайте Меня своей жизнью, и Я вознагражу вас за это». Выбор за нами. Будем ли мы жить только для себя ради своего удовольствия, ради своих целей, ради своего царства, или подчиним свою жизнь целям Бога? Все Писание пронизано этим приглашением. По всей земле Бог ищет мужчин и женщин, которые смирят перед Ним свои сердца, чтобы действовать заодно с Ним. Именно так учил нас молиться Иисус. Он говорил, молитесь так. «Да придет царство Твое, да будет воля Твоя на небе и на земле». Иисус учил каждого из нас молиться, чтобы мы были воплощением воли Божией в нашем мире. Так что дело не в осуждении. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Говоря самым простым языком, на кресте Бог возложил на Иисуса все мои грехи, чтобы я стал праведным благодаря Его праведности. Мое положение перед Богом получено мною как дар. «Я не смогу Его заслужить и никогда не буду достаточно хорош. Я не смогу соблюсти достаточно правил, и это дается не за заслуги. Я получаю это по вере». И то, как я распоряжаюсь своей жизнью в ответ, отражает, какой ценностью я наделяю этот дар. «Творец всего говорит, что вознаградит вас, если вы будете почитать Его своей жизнью». Первое послание Коринфянам, 3 глава, 8 стих. Павел пишет церкви о том, что у всех нас разные задачи, разные роли и разные дары. Он использует пример сельского хозяйства. Один сажает, другой поливает, третий пожинает. «Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Первое Коринфянам, 3 глава, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Основание, на котором мы стоим перед всемогущим Богом, Творцом всего. Это Иисус, не церковь. Да, все это важно, но основание наших отношений с Творцом всего — это Иисус Христос. Мы народ Иисуса. Мы всем обязаны Ему. Он — глава церкви. Он тот, кого мы зовем Господом. Мы смиряемся перед Ним полностью и без остатка. Но и это еще не все. Строит ли кто на этом основании? С этим основанием еще нужно что-то сделать. Мои друзья как раз недавно заложили основание нового дома. И сфотографировали его. Сейчас оно не похоже на место, где хочется жить. Это просто основание из бетона и стали. Вы понимаете, что на этом месте может что-то появиться. Без основания ни одна самая красивая конструкция не устоит. Вам не захочется там жить? Вы знаете, что основание — это незаконченный проект. Это только основание. Именно такое сравнение здесь звучит. Иисус — наше основание. Ничто другое не сможет сделать стабильной нашу жизнь на Земле и в вечности. Строит ли кто на этом основании? Золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сен, солом? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Это будет особенный день, день суда, о котором мы уже говорили. Потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Это обещание, а не угроза. Это приглашение. Вас приняли в Царство Бога. И следующее приглашение — почитать Господа свою жизнь. Он щедро воздаст вам. Ваша жизнь будет оценена. Если она выстоит во время испытаний и оценки, тогда то, что вы делали на Земле, создаст обширные возможности в вечности. Это наделит вашими значениями и целями, бросит вызов вашему возрасту, наделит вашу жизнь целью и значениями, которые не будут украдены, несмотря на существование зла, нечестия и несправедливости, несмотря на власти и духов злобы поднебесной. Мы можем решиться чтить Господа своей жизнью, несмотря на обстоятельства вокруг нас. Павел писал из камеры римской тюрьмы, куда несправедливо был помещен за то, что защищал Иисуса. В ожидании своей казни он пишет, «Я пробежал свою дистанцию, веру сохранил, течение совершил. Теперь меня ждет венец праведности». Это слова отнюдь непроигравшего или напуганного человека. Когда Иисус стоял перед понтием Пилатом, римским правителем, причем тот правил все иудеи, тот спросил, «Ты знаешь, кто я такой?» Как можно сказать так Иисусу? Пилат был таким самодовольным. Он сказал, «У меня есть власть, распять тебя». Иисус ответил, «Ты не имел бы власти, если бы не было дано тебе свыше». Это была правда. Когда пришли арестовать Иисуса, Петр, его друг, выхватил меч. Он хотел сразиться за своего друга. Иисус сказал, «Петр, убери меч». Я мог бы созвать легионы ангелов, и мы бы разнесли этот мир в пух и прах. У нас есть привилегия почитать Господа своей жизнью. Но мне нравится прямолинейность Библии. Она говорит нам, что это нелегко. Нелегко делать выбор. Вам понадобится терпение, потому что временами будет неуютно и неприятно. Если мы будем так делать, наш характер изменится. Всемогущий Бог, Творец всего, оценит это. Он ответит нам не только на земле. Он вознаградит нас и в вечности. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Аллена Свобода «От беспокойства». В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Аллена Свобода «От беспокойства». В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой в Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку.